Здравствуйте, уважаемые товарищи! Пора уже поставить точку в вопросе, почему же Стив Джобс умер от рака, будучи веганом. Подобные примеры в оправдании своей жажды котлет и сосисок любят приводить ярые и злобные мясоеды, как и про Краморова и так далее. Они знают два-три примера и делают из них выводы сразу и обо всем. Но хватит глупостей, больше у них такой возможности не будет. Ну а Краморове в другой раз, а сейчас пора прекратить подобные спекуляции на этой теме и на имени Стива Джобса. Сейчас я дам вам исчерпывающую информацию и помогу вам тем самым в общении с любителями радостно произносить заученные фразы вроде «А вот Стив Джобс не ел мяса и вот рак умер от рака». Так что, мол, вот так. И далее, да, там идут варианты их текста. И ведь таких людей много сейчас. Итак, в 2003 году уролог направил Стива Джобса на КТ и при томографии почек и мочеточника, а, кстати, с момента последней томографии у него прошло 5 лет, обнаружили тени в районе поджелудочной железы. После взяли биопсию и диагностировали нейроэндокринный рак островков Лангерганса. Это такие бета-клетки поджелудочной железы, которые продуцируют всем известный гормон инсулин. Размер опухоли тогда составлял около 1 сантиметра. Да, ремарка. Смерть настаёт обычно, когда размер опухоли поджелудочной железы, ну, при идеальных стечениях обстоятельств, достигает 10 сантиметров. Так вот, ему диагностировали рак в 48 лет. Умер он в 56. Так что же, его рак развивался в 8 лет, не так ли? Нет, дорогие друзья, гораздо дольше. Слушайте внимательно дальше. Размер опухоли в 1 сантиметр – это примерно около миллиарда раковых клеток. Он умер, когда опухоль была 10 сантиметров. Расчёты по делению клеток на медицинском калькуляторе удвоения клеток опухоли указывают, что опухоль удваивалась у Стива Джобса каждые 10 месяцев. Она росла очень медленно. Обычно такие опухоли удваиваются каждые 3 месяца, это максимум. С раком поджелудочной железы обычно живут 8-12 месяцев. Он прожил 8 лет и даже больше. Именно из-за веганского питания и образа жизни она росла так медленно. Теперь считаем на калькуляторе развитие опухоли в обратном направлении от 1 сантиметра и до первых групп раковых клеток с тем же периодом деления 10 месяцев. Выходит, и это очевидно, что рак у него начался в 24 года. Именно с 24 лет у него стал развиваться рак плюс-минус некоторое время. Да, узнав о диагнозе, он не хотел, чтобы его резали, это так. Многие думают, что это было глупо и он упустил время. И за это его все и на каждом шагу корили. И врачи, и родные, и друзья. Вот такая психологическая поддержка, в кавычках, была у него все эти годы. Каждый день. Он был просто один. Это ужасно. И это точно шло ему не на пользу. 31 июля 2004 года была проведена операция. Тогда определили не только раковую опухоль самой поджелудочной железы, которую удалили, но и обнаружили метастазы в печени. Как это почти всегда бывает при раке поджелудочной железы. Ему удалили, во-первых, головку поджелудочной железы, желчные протоки, часть тонкого кишечника и желчный пузырь. Это была очень долгая и сложная тяжелая операция. Но было очевидно, что раковые клетки уже есть везде. Они распространились давно через кровь и лимфатическую систему, коли метастазы уже были в печени. Это очевидно, и так всегда бывает. Но пока это не было видно явно. Метастазы в печени были примерно тоже около 1 см каждый, и он прожил еще около 7 лет. То есть около 8 месяцев было каждое удвоение раковых клеток с этого момента. Считаем назад. Получаем возраст 27 лет, когда рак начал распространяться уже за пределы поджелудочной железы. Итак, итоги. Рак начался, то есть активный рост, когда иммунная система уже не могла справляться с раковыми клетками, примерно в 24 года. Рак стал развиваться у Стива Джобса за пределы первой основной опухоли поджелудочной железы в 27 его лет. Рак впервые случайно обнаружили на КТ в октябре 2003 года в возрасте 48 лет. Операция проведена 31 июля 2004 года, когда обнаружили метастазы печени. Ему все говорили, что он был глупцом, так как он оттянул операцию на 9 месяцев, и за это время появились метастазы. Нет, это они глупцы. Метастазы появились гораздо раньше. В 2009 году ему сделали пересадку печени, а в 2011 году у него уже был рак и на костях, и в других органах. Ну что, это вся информация? Нет. Главное, он прожил почти 30 лет с раком. Вот о чем надо знать и помнить. А когда все началось? Когда появились первые признаки, а они появились гораздо раньше, чем была замечена, определена раковая опухоль. Итак, еще в 1987 году у него уже были заметны желтые, такие желтоватые руки. То есть уже была обструкция желчеводящих путей. А самая главная, возможная причина подобной обструкции, это как раз рак поджелудочной железы. У него были боли в пояснице. Ему сказали, что это из-за проблем с почками. Вроде бы как были камни. Но камни как раз бывают от белковой пищи. Еще в 70-е годы было известно, что камни в почках бывают именно из-за мяса и других белковых продуктов. То есть из-за высокомолекулярных белков. Ну, например, как и накопление уратов натрия. Как раз ввиду потребления высокомолекулярных животных белков бывает болезнь богатых, которая называется подагра. И многие другие болезни, прямо указывающие на потребление большого количества мяса в рационе того или иного больного. И так лечили его не от того, почки-то у него были здоровые. И это были тоже симптомы рака поджелудочной железы. Ведь на КТ в 2003 году почки-то были однозначно здоровыми. Просто за 5 лет до того был поставлен неверный диагноз. И ведь от медицинских ошибок и глупостей даже миллиардер не застрахован. Были и другие симптомы состояния. И о том есть информация подробная. По ссылочке я вам ее дам. Кстати, знали бы его врачи и профессора о лечебных свойствах, например, гриба-веселки и вообще науке такой, которая называется фунготерапия, то Стив Джобс был бы и сейчас жив. Я в этом уверен. И не на пустом месте моя уверенность основана. Кстати, что интересно. Как диагноз был у него поставлен сразу, все начали ему навязывать чувство вины. Мол, надо было вот это из-за твоего веганства. Все эти дни, месяцы и годы не было ни моральной поддержки. Никто не мог сказать очевидное, что рак появился гораздо раньше, а не вдруг. И тем более не по причине его веганства. А ведь все могло бы пойти по-другому. Моральные состояния и вера в выздоровление, в правильно выбранный путь лечения, питание, жизни – это крайне важное состояние. Его же постоянно разубеждали в его выборе, его чутье, его принципах. А как он получил рак в свои 24 года? Да очень просто. Он с 14-15 лет начал работать с микросхемами. И тогда норм и правил безопасности почти не было. Он и не задумывался о вреде производства. И постоянно работал с пайкой микросхем. Тем более, как он трудился? Да почти круглосуточно. А чем он дышал? Свинец для припоя, кадмия, алюминий и другие тяжелые металлы. Это тяжелейшие мутагены и канцерогены. А они чаще всего, особенно свинец, как раз и вызывают рак островков Лангерганса, поджелудочной железы. Вот реальная причина его рака. Что сейчас и происходит, кстати, в странах Африки, где тысячи людей, которые работают и живут на асфалках, и разбирают микросхемы старых телевизоров и компьютеров, вот поставляемых туда со всего мира, массово зарабатывают себе рак. В том числе и в основном рак поджелудочной железы. А веганство Стива Джобса, напротив, поддерживало его и не давало более быстрому распространению неизбежного. Ему говорили, что он сбросил 20 килограмм после операции из-за веганской диеты. Мол, вот причина потери веса. А потеря веса, дорогие товарищи, обусловлена всегда нарушением обменных процессов после подобных операций у всех вообще подло. Но обывателям и всем неразумным людям нет никакого интереса искать реальные причины. Им лишь бы никто не мешал жить спокойно, привычно, вкусно. Зачем разум и правда? Они только мешают жить. Под напором всех вокруг его все же заставили есть морепродукты и яйца. Его сломали психологически, психически, нравственно. И это его убило быстрее, чем могло бы быть, если бы не такая забота и поддержка окружающих доброжелателей. Ну, в кавычках, понятно. А возможно было вообще вылечить рак поджелудочной железы на ранних этапах? Да, конечно, и таких примеров много. Посмотрите мое видео «Общие принципы лечения рака». Вот это. Но всем и всегда лучше знать и заниматься профилактикой. Вот почему я всегда говорю, профилактика – главная защита от рака и других болезней. Посмотрите мое видео «Гриб Шитаки». Вы многое поймете. А какие есть вообще варианты при такой жизни, технической жизни, при отравлении тяжелыми металлами, радионуклидами? Как вообще быть тем, кто работает и работал на вредных производствах вот сейчас? Посмотрите обязательно мое видео «Гриб Дождевик». Любой может вытащить, вывести из организма и тяжелые металлы, и радионуклиды. Только нужно знать как и не терять время. Время, дорогие друзья, работает не на человека. Как до оно – это время упущенное. А что до людей? Какие же люди все-таки подлецы? Да, очень многие таковыми являются. Почему? К чему я это говорю? Ну вот, например, все говорили до его рака. Какой он подтянутый, крепкий, выносливый. Пели ему дифирамбы. А что после обнаружения рака? А накинулись как шакалы. Вот, мол, причины рака в чем? Веганство? Вот. Радовались тогда многие, успокаивая этим себя в своем чревоугодии и своей глупости. Почему так? Да очень просто. Потому что почти все слабые и глупые люди только и ищут повод оправдать свое мясоедение, так как подсознательно понимают и безнравственность, и пагубу этого безумия. Слышали, знают, чувствуют, но жаждут, хотят вкуса привычных, любимых шкварок. Они живут ради еды и обманывают себя чем угодно и как угодно. Только бы жить без угрызений совести, которая всегда мешает всему неестественному и всему плохому. В контексте данной темы поеданию плоти животных, то есть мышечной массы тканей, трупов убитых животных, что есть мясо. Такие люди всегда готовы поглумиться, готовы повторять заученные глупости от других, вроде подобного. Только животный белок полноценный, мясо нужно есть для силы, энергии и неважно еще для чего. Это у кого на что фантазии выпить это хватит. А любой пример тяжкой болезни у вегана, тем более рака, и тут просто захлебывает бравада и радость, ну, в оправдании своей жизни. Но поскольку у крикунов пока еще рак это нет, можно и побравировать, почему бы нет. И пока они воспринимают беду другого человека как свою победу и якобы правоту. Но они сильно ошибаются и не хотят видеть, что у веганов, а тем более у сыроедов, кстати, коим Стив Джобс не был, практически не бывает рака и других тяжелых, да и вообще болезней. А у мясоедов всегда бывают. И вопрос только времени и везения. Кто ест мясо, он всегда умрет от рака. Даже не питайте иллюзий. Кроме, конечно, случаев, когда не доживет до рака, умерев от инсульта, инфаркта и других быстро текущих болезней. Прочтите письмо одного медика мне. Вот я вам сейчас его даже озвучу. Зачем вы мясоеды здесь флудите? Я работаю в кардиоцентре, стаж 22 года. Жена в онкоцентре. Внимание, в онкоцентре. Так что хочу сказать. Ни я, ни жена веганов, как пациентов, не видели за все время своей работы. Главное осознать, выбросить все, что учили и включить свою логику. Все. Ну вот как-то так. Но большинству это не важно. Как в песне о любви к макаронам. Помните, потом мне будет плохо, но это лишь потом. Ну что ж, так держать хочется сказать. И кто-то мнит себя еще разумным человеком после подобного. А тут такой случай, да? Миллиардер, веган, ЗОЖ. И на тебе рак. Как же хорошо. Жуй себе стейк и дальше. Успокойся. Что же с людьми происходит? Деградация разума, интеллекта полная. Конечно, причин у рака много. Много есть усугубляющих, ускоряющих, катализирующих факторов роста. И я подробно все это поясняю в своих лекциях, в других лекциях. Потому, несогласные протестующие, ну не пишите сейчас свои протесты. И подумайте о своих реальных причинах и желаниях выразить свой этот самый протест. Природа вашего протеста проста. Это защита своих вкусов, привычек и зависимости. И больше никаких реальных причин нет. А вот такие протесты, такие самые подлы. И не являются аргументами вовсе. И свое мнение, ваше мнение, это тоже не аргумент. Дедушка, куривший и евший все подряд там, проживший 95 лет, тоже не аргумент. Вы столько не проживете. Успокойтесь уж, прадедушек. Что до заученных вами якобы аргументах, все они разбиваются о реалии знаний жизни. Когда? И, конечно, если вы посмотрите все мои видео по данной теме, которые по пунктам от 1 до 20 там с чем-то, будут даны мною под этим видео. И только после просмотра и анализа данной мною всесторонней исчерпывающей информации пишите аргументированные замечания, если сможете. Если они тогда еще будут, еще останутся. Но только по существу. И только после просмотра. Не ленитесь смотреть нужное ценное. Это спасет ваше здоровье и продлит вашу жизнь. Прошу моих старых зрителей помочь мне. Заходите на форум под этим видео периодически. И помогайте мне скидыванием ссылок и ответами подобным и нетерпеливым людям, которые не посмотрят то, что я им посоветовал сейчас посмотреть, и не писать до этой поры. Тем, кто не посмотрит, но все же скажут свое веское мнение прямо здесь и сейчас. Объясните им, где и что находится, и что им следует изучить. Дайте ссылки, помогите. Да, в питании у Стива Джобса был минус. И вообще веганы и сыроеды тоже делают ошибки и глупости. Бывает. Минус у Стива Джобса был большой в питании. Что он ел, например, изоляты, соевого белка и разного рода заменители. Ел много по ресторанам, а там кулинария, привычные вкусовые заменители натурального, суррогаты, консерванты. Это тоже были объективные факторы роста опухоли, безусловно. Помимо прочих факторов, которые я подробно разбираю в таких своих видео, как «9 причин болезней», посмотрите, не поленитесь. А можно было вообще вылечить его, Стива Джобса? Да, можно. Посмотрите такие мои видео, как «Основные принципы лечения рака», «Грибки-паразиты», «Гриб-веселка», «Гриб-шитаки» и все мои лекции по онкологии, пищеварению и прочее. Изучайте свой организм, тренируйте мозг, развивайте логику, критическое мышление, беспристрастность в суждениях и, главное, в своих желаниях. Не оправдывайте их, то есть свои желания, лишь на том основании, что это ваши желания и ваша вера. Это низко для человека разумного, недостойно. И не глумитесь, пожалуйста, над разумом человеческим и законами природы. Ну, на этом все. Теперь вы знаете, почему веганство Стива Джобса явилось сдерживающим, а не ускоряющим фактором развития его рака. Теперь вы сможете аргументированно и достойно парировать разным радостным умникам. Всего вам самого наилучшего. Учитесь на чужих ошибках лучше, чем на своих. Хочу пожелать вам и всем порядочным людям здоровья и благополучия. До новых встреч, дорогие товарищи.